Приветствую вас, я посмотрел специально на ваш профиль, увидел, что отвечал уже вам на вопрос такого же примерно плана, где вы писали, что он жена, телец, я овен, стал проявлять ко мне. Внимание, ну и так далее. Значит, вы спрашивали, что вы говорили, что он относительно близости с ним, какие перспективы, могу ли я, что ли, подпринять в отношении него, ну так, чтобы не чувствовать себя униженно или бесполезно. Каковы, на ваш взгляд, его взгляды на эту ситуацию, если мне больше думать о нём? Я вам на этот вопрос отвечал достаточно, как мне кажется. Подробно в течение семи минут я отвечал вам на этот вопрос, но вы выбрали, в общем-то, лучший ответ другого эксперта, который сказал вам о том, что у вас страсть, что вы направляете свою энергию на ложные какие-то цели, и что вы упускаете потенциальные возможности в любом другом мужчине найти то отношение, которое, по крайней мере, не разрушало бы вас. Этот ответ вы сделали лучшим, но, как я понял, судя по тому, что вы задаёте вопрос свой ещё раз, вы либо не написали этому эксперту, не поработали с ним, либо так до конца и не проработали своё вот это вот желание, не проработали свои попредственности, что, к сожалению, породило то, что вы задаёте вопрос ещё один. Если я правильно помню ваш предыдущий вопрос, то вы писали о том, что вы процессоразвод, у вас есть сын, замуж вы вновь не собираетесь. То есть мужчина ваш, которого вы хотели, которого вы хотите, которого вы хотите, он, в общем-то, тоже жена. И в отличие от вас, ему есть что терять. И поэтому у него было временное увлечение, у него была временная, возможно, потеря головы, так говоря, да, потеря голову, увлёкся женщиной. Но ваш отказ, он одновременно убеждал его в том, что он поступает неправильно. Ну, по крайней мере, с вами. Вот, по крайней мере, по крайней мере, с вами мужчины поступают неправильно. И когда выреганет оказались готовы, он уже пришёл к пониманию того, что овчинка не стоит выделки. То есть слишком много хлопот, а, возможно, слишком много переживаний по этому поводу, опасения, что могут, например, поймать, да, за изменой я имею в виду, жена может узнать, что есть вот такое. И всё это мужчине вполне вероятно дало понять, что, в общем-то, не стоит. Не стоит, в общем-то, делать эти вещи. Не стоит, в общем-то, заниматься тем, что заранее является чем-то опасным, неприятным. Ну, то есть приятным, конечно, но неприятным именно в плане душевного, нервного состояния. И мужчина решил дать, как бы, отказ. Мужина решил отойти. Мужина решил, значит, ну, дать для них ход, как говорят. Что во всём этом делаете вы? Какое место во всём этом занимаете вы? Я бы хотел сказать, что вполне вероятно, что вы нуждаете всего внимания. Вот такое у меня сложное отношение, что вы нуждаете всего внимания. То есть, когда мужчина до вас домогался, вам нравилось, что вы его привлекаете, вам нравилось, что он видит в вас что-то интересное, вам нравилось, что он воспринимает вас как привлекательный плод. И вас, вам импонировала его симпатия. И когда он перестал к вам проявлять своё внимание и свой интерес, вы почувствовали, что внимания человека к вам больше нет. Перестали ощущать себя женщиной. И тут же начали сами проявлять симпатию. Тут же начали сами проявлять интерес. Тем самым, во-первых, показав мужчине, что вы и манипулируете. То есть, мужчина что подумал? Что пока он вас хотел, например, вы ему давали отказ. Только он перестал к вам проявлять внимание, вы тут же пытаетесь его вернуть. Это кому угодно насторожить и наведет на мысль, что человек просто издевается. При том, что вы, как бы, в своём вопросе не раскрываете субъективность цены. То есть, вы пишете, что он начал. Потом сама попала в зависимость, стала постоянно думать об интиме с ним. Почему вы попали в зависимость? Как это происходило? На почве потребностей, в чем у вас образовалась эта зависимость? Почему вы стали постоянно думать об интиме с ним? Непонятно. Но внешне это выглядит именно как манипуляция. Давайте подумаем. Вот откуда могло возникнуть такое вот ваше желание Вперва отказывать мужчину, а потом резко нуждаться в его собственном внимании, да, в его, собственно, там, тепле и так далее. Вот давайте подумаем. Откуда могло взяться это ваше желание? А взяться оно могло только из неуверенности в себе. Видите ли, развод с вашим мужем, это стресс, это психотравма. И очень может быть, что именно она, эта психотравма, и привасирует вас на такое поведение. Вам нужно подтверждение того, что вы привлекательны, что вы интересны, что вы сексуальны, может быть, и так далее. И для этого, для того, чтобы получить подтверждение данным фактом, вы и используете, по сути, этого мужчину. А теперь давайте подумаем так. Почему вы, во-первых, сомневаетесь в себе, а во-вторых, откуда у вас взялась эта потребность? Не иначе, как, по крайней мере, я так думаю, что не иначе, как она взялась из-за неудачных отношений с вашим мужем. И тогда давайте попробуем разобрать, что стало причиной вашего развода. Почему вы с ним развелись? Как так получилось, что вы расстались? Как вы переживаете это, то, что вы расстаетесь? Есть ли у вас переживания? Пытаетесь ли вы, может быть, заменить своего мужа другим мужчин в данном случае? Как раз вот этим вот человеком, который до вас домогался? Если вы пытаетесь заменить, то что именно вы пытаетесь заменить? Это все нужно выяснять. Потому что ваше поведение, оно явно нацелено не на сам секс. Потому что, желая вы именно секса, я думаю, что проблем бы с ним у вас не было. И сразу бы вы согласились дать мужчине то, что он хочет. Но вам нужен не секс, вам нужна, скорее всего, какая-то составляющая эмоционального состояния в данном случае. И вот что это за эмоциональная составляющая? И нужно с вами разбираться. Конечно, если вы этого не хотите, то ничего не будет. Вы можете продолжать задавать вопросы в общем разделе и, в общем-то, выбирать ответ лучше по вашему мнению. Вы только понимаете, я бы хотел вас предупредить, что когда человек выбирает лучший ответ, он как бы тем самым подтверждает тот факт, что вопрос решен. Что значит вопрос решен? Это значит, что проблему понятно как решать. Проблему понятно как нейтрализовывать. В вашем случае, простите, если я ошибаюсь, но первый вопрос, несмотря на то, что вы пометили его как решен, вы его фактически не решили. То есть, вам не было оказано помощи как договор, соответствующей помощи, а помощь вам, судя по всему, нужна. Хотя бы потому, что развод это всегда очень тяжелое событие для женщины особенно. Мужчина, он все же легче, он немного переживает этот процесс в силу своей природы. А женщина тяжелее. Вот и давайте попробуем привести ваши мысли, чувства в порядок, понять, что же вы хотите для себя. Попробуем увидеть, что вам нужно. Попробуем выстроить стратегию вашего поведения. Попробуем, может быть, проработать немного больше, лучше вашу модель женского поведения и так далее. Все это можно сделать, чтобы вы сами себя лучше чувствовали, чтобы вы понимали, куда вы идете, к чему примитесь и чего хотите. Потому что, ну вот, мужчина, он же, ну знаете как, мужчина, простое существо, немного не такое, как женщина. Вот вы говорили мужчине, что не хотите с ним, там, вступать в отношения, да? Он так и понял, что вы не хотите вступать с ним в отношения. И для него непонятно теперь, как и почему вы, оказывается, вдруг хотите уже с ним это. И ему это сложно понять. Вот чтобы таких моментов не было, вам, возможно, нужно несколько более лучше понимать себя, того, чего вы хотите для себя. Чтобы в дальнейшем придерживаться более последовательного поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пожалуйста, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!